Воскресенье Христово видевше Поклонимся святому Господу Иисусу Единому, безгрешному Тебе мы поклоняемся, Христос И святое воскресенье Твое прославляем Ибо Ты, Бог наш, кроме Тебя иного не знаем Имя Твое прославляем Придите все верные Поклонимся святому Христову воскресенью Ибо пришла через крест радость всему миру Всегда благословляя имя Господа Поем о воскресенье Его Распятие претерпев Он смертью смерть победил Воскрес Иисус из мертвых Как Он и предсказал Подарив нам жизнь вечную По великой своей милости Христос воскресенье Аплодисменты воскресшему Спасителю Иисусу Христу Ишуа Хамо Шиях Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о был богом себе сам но иисус воскресший себе меня призвал теперь живу я с богом свободен от греха иисус христос воскресший он праведность моя аплодисменты не вот так вот давайте в ритм и повторяйте и повторяйте я жил во тьме греховной был богом себе сам но иисус воскресший себе меня призвал теперь живу я с богом свободен от греха иисус христос воскресший он праведность моя христос воскрес воистину воскрес и я воскрес а ты воскрес воистину воскрес воскрес а ты воскрес аплодисмента иисусу аллилуйя ишуа иисус джизус аминь да друзья всех приветствую благословляю во имя господне сегодня прекрасный день это прекрасное время я очень рад знакомству с общиной да благодарю папу моего небесного за эту честь за это знакомство потому что своими путями вот так вот экспромтом импровизировано попал я на такой праздник слава богу да эти дни был праздник пурим календарный пурим закончился сейчас шаббат но хотя календарный пурим завершился но пурим божий он всегда божий переворот божье удивительное чудо оно сопровождает нас и любящим его призванным по его благоизволению все содействует ко благу удивительнейшим образом вообще братья сестры и как православный реформатор обновление конечно я молюсь в первую очередь за православных христиан за православную церковь о реформации молюсь это мое послание это мое призвание но я молюсь и о всем теле христа и особенная моя молитва всегда начиная вот с 96 года моя молитва особенная всегда-всегда за израиль за еврейский народ о мессианском пробуждении и я очень рад тоже принять участие и принимать участие по мере сил тоже в мессианском свою лепту привносить в мессианское пробуждение этого времени последнего благословеннейшего времени апостол павел сравнивает возвращение евреев к богу своему с воскресением из мертвых чудо воскресения из мертвых совершается и друзья как павел пишет в другом месте встань спящий воскресни из мертвых и осветит тебя христос и я знаю что спящих он пробуждает бог мертвых воскрешает и отдельные души и целые общины церкви и целые конфессии динаминации знаете ли и осветит тебя христос осветит освети нас господь освети духом святым освети освети нас господь освети сердце мое зажги божий дождь изливается на ту землю и напаяет бога видением наполняет как водами сердца людские души людские бог благословляет народы он хочет чтобы все люди спаслись и достигли познания истины и ради этого он сделал все ради этого он отдал самого себя свое сердце на крест на голгофу сына своего единородного чтобы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную а в израиле я был лишь однажды и там один раввин молился такой молитвой мы зашли там в синагогу он такой ну видимо такой реформаторский какой-то в раввин а там были наши русские евреи поэтому как бы там понятно было что там надо было быть импровизатором и он сказал а там в основном были бабушки и он сказал достанем давайте наши телефоны и помолимся я так ну в израиле ничему не удивляешься там везде чудо над чудом и чудо погоняет мало ли кто его знает яда может без роуминга здесь связь со всевышними не знаю короче я тоже на всякий запасно достал телефон свой и он сказал так примерно так благословен бог наш и дальше дальше потом давши на мобильную связь и повелевший ее отключать во время этого собрания и все нажали все сработала молитва слушайте до конца собрания не одного звоночка да так что да помогает молитва ну вот дамы и господа братья и сестры я имел честь быть эти дни гостем общины и спасибо огромное за гостеприимство и послужил семинаром кто не был не переживайте сильно слава богу мы живем в тот век когда как говорится космические корабли уже бороздят просторы вселенной но хотя бы около земли где-то так вот и все записывалось все уже есть на странице феодосийская евангелие еврейская мессианская община фемо красиво фемо вот и я уже посмотрел хорошее качество спасибо да молодцы и плюс еще я еще делал трансляцию и сейчас делаю трансляцию там что так что тула на связи да моя супруга дети внуки коты всех на связи так что да наша мишпаха от нашими шпахи вашими шпахи радоваться вот и я вообще-то думал пурим у себя дома провести а потом так получилось все переигралось и я очень рад что получилось не так как я хотел не так как я хочу а так как он хочет и правда из семинар такой получился интересно я уж привык последних полтора года там два года в зуме все сидеть как бы в школах преподавать знаете ли с одной стороны хорошо с другой стороны никогда не видишь живых глаз как бы ну там видишь там ну это не то совсем конечно вот здесь-то вживую это намного лучше семинар я уж соскучился по живому семинару вот значит и и правда весь семинар я фактически к теме ты не приступил то собственно ну заявленной теме по крайней мере титульной теме израиль церковь но все как бы раскачка раскачивать но ничего на начало мая даст бог запланируем да все таки надеюсь приступим к этой теме да да не ну серьезно хочу эту тему поделиться я люблю вообще эту тему это не то что я как бы съехал так с этой темы не нет я просто не доехал до нее еще вот но зато этих два дня я свидетельствовал вот уж душ отвел знаете ли по полной свидетельствовал поэтому можете посмотреть эти свидетельства ну а если вот если серьезные вопросы какие то есть у вас все таки да вот о церкви истории церкви история христианства до истории израиля то еще в начале мая даст бог мы продолжим да во первых а во вторых пишите ваши вопросы пишите там же прямо на ютубе может быть даже прямо под этими вот этими видео об уже там выложенными да вы обозначите как-то с ваши вопросы хорошо и я постараюсь заглядывать на вашу страничку так регулярно или попрошу потом диму если что мне перебросить эти вопросы если я там забегу и забуду вот значит и уже к маю чтобы я подготовился и по этим вопросам тоже что-то вам дал какие-то ответы хорошо вот договорились да я очень рад вообще послужить буду вашей общине и всем любящим и боящимся господа здесь в удивительном заснеженном таком городе феодосия уж вы меня удивили честно говоря вот я ко всякому был готов но к снегу к сугробам я не был готов честно говоря да так что вы такие интересные очень да и братья сестры делясь словом я все-таки хочу сегодня вот поделиться самым главным самым важным тем что есть знаете ли что имею то даю как говорится евангелие от иоанна 11 25 попрошу до воскресение жизнь кстати так вот и назвали собственно эту проповедь это два моих любимых имени иисус сказал иешуа он это провозгласил да и марфи марии он и всем потом что он есть воскресение и жизнь знаете вот действительно иисус как некий какой-то добрый волшебник не знаю как сказки допустим да вот к чему бы не прикоснулся все вот воскресает и живет вот к чему бы он не прикоснулся даже к мертвому лазарь был уже четвертый день там в одиннадцатой главе я уж не буду все зачитывать потому что как бы время то небольшое здесь сейчас собрание но дома домашним заданием вот почитайте снова и снова это очень хорошее чтение 11 глава и она одна из любимых моих глав в этом евангелии и 25 стих вообще я просто ну так может грубо говоря балдею не знаю как но я просто восторге вообще от этого стиха вот с того самого 2003 года когда этот стих он прозвучал в моем сердце вот и я живу мое служение но в этих двух именах заключается сейчас последние эти годы иисус сказал я есть им воскресение и жизнь и верующий в меня если он умрет он оживет и на самом деле лазарь это воскресил он ведь да а лазарь был уже помните четвертый день уже был в огробе да уже смердел и согласно еврейской теологии и тогдашней да и сейчас не ортодоксальный лишь первых три дня они как бы доступны или как возможно воскрешение одним словом покойника лишь первых три дня после трех дней нам даже в хевроне там на экскурсии показывали вот вот это хевер значит связывают да вот хевер вот и хеврон ставка авраамова еще отца нашего до ибрагима авраама его все знают верующие он отец всем верующим вообще так вот и в хевроне вот согласно еврейской мистики вот то самое место то пуповина по которой души сходят на землю однажды да а потом уходит если ушли уже все уже все уже безвозвратно лишь в последний день как мария говорила марфа марии говорили в последний день воскресенье мертвых воскреснет брат наш да мы знаем но после третьего дня уже все поезд ушел уже ну как мертвому горчичник уже поздно пить боржоми как говорится все уже конец и марфа мария первых три дня как и может другие верующие да там какие-то люди они надеялись что иисус придет и воскресит друга своего но он не пришел он как бы спешил но не торопясь обратили внимание да он вроде не торопился он выжидал чего он выжидал а он выжидал того момента когда уже все человеческая надежда никакая не уже она вообще невозможно три дня если бы в течение первых трех дней он пришел бы и воскресил друга своего он дал бы повод людям религиозным набожным сказать как вот никодим помните очень мудро так сказал мы мы говорит не то что мы николай второй а вот мы на что не только он а и кто-то еще там в верхах мы говорит знаем что ты учитель пришедший от бога потому что таких дел которые ты делаешь не может делать человек если не будет с ним бог то есть он как бы значит расписался из-за себя и за кого-то еще там из товарищей этих высокопоставленных то есть они следили они там за новостями следили им доносили что вот так и так какой-то самородок уникум такой да вот он там проповедует как власть имеющий да не просто проповедует а еще и бесов гоняет и больных исцеляет понимаешь ли и на рожон лезет вообще вот правду матку режет без ножа одним словом как бы вот такой реформатор какой-то ну конечно же там наверняка наверху тоже свои у них интересы когда у людей власти деньги у них конечно же свое общение у них свои интересы у них свои планы какие-то но так вот никодим слава богу он все-таки да решился на разговор ночью это в третьей главе там и она я имею виду так вот и если бы иисус на самом деле пришел бы в первых три дня и поднял бы из мертвых друга своего он дал бы основание до многим еще кому-то еще там многим и наверху и и обычным обывателям сказать да это от бога на самом деле учитель но он дождался четвертого дня когда уже никто уже все невозможно воскрешение лишь в последний день только бог может воскресить уже вернуть уже вот последние времена уже из праха воссоздать человека воскресение мертвых ну садукеев это не особенно верили а вот фарисеи и основная масса трудящихся евреев это верила так вот и ну и в православном символе веры там в конце символа веры вот когда верую во единого бога отца и в конце чаю воскресения мертвых и жизни будущего века то есть та же вера исповедуется в символе веры никео цареградском так вот интересная вещь но когда он воскресил в четвертый день уже нельзя было сказать никому что это учитель пришедший от бога надо было сказать то знаете ли что тогда у людей просто язык не шевелился сказать да и сейчас чего греха таить для миллиардов верующих разных конфессий религий традиций это как богохульство даже звучит вот и для для христиан то многих это как бы очень сложно вообще сказать так бог стал человеком слово стало плотью как страшно и как прекрасно одновременно как величественно как непонятно тайна уже нельзя было и шуа да иисуса сказать это самородок уникум такой да чудотворец надо было сказать то что помните послание к евреям скорее всего павел написал все таки это послание но кто бы не написал сейчас разные споры из богословской на эту тему но в начале этого послания к евреям мессианским евреем говорится очень интересно что когда бог водил первородного первой же главе первородного во вселенную он сказал и да поклонятся ему все ангелы божии я много раз представил пытался представить как это было какое-то было собрание какое-то было служение конечно это было тогда когда никого еще нас не было да это это земли не было еще это было еще там когда-то где-то мы даже те измерения божественно даже не можем себе представить вообразить но для простоты восприятия я вот представляю такое большое собрание ангелов масса аллилуйя халлель люях они поют славят и бог берет микрофон и говорит товарищи ангелы у нас сегодня такое собрание необычное все у нас каждое собрание необычное свят 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 да нет у нас на самом деле очень необычное собрание знаете у меня есть сын о ну все мы сыны твои конечно да да не поняли бы у меня есть единородный сын ну понемногу так успокоились и от кого кто как почему зачем почему никто не знал ну не вашего ума дело было до времени как это ж рушит всю нашу ангельскую теологию уже сложившуюся теологию единый бог слушайте ангелы господь бог наш есть единый да но у меня есть сын конечно напряжение в зале росло я так понимаю и наступил момент истины занавес единородный сын выходит на сцену и отец сказал поклонитесь ему все ангелы божие я представляю какое напряжение в зале блажены тех что послушались папу поклонились но были и те кто против первым бросил гитару лидер поставления у него сдали нервы он сказал нет все церковь уже не такая уже все здесь что-то не так кто за мной тот герой мы свое собрание отдельно организуем потому что это что-то это какая-то ересь вообще это что-то ненормально уже я не знаю какими словами он он убедил примерно треть собрания выйти они организовали альтернативную церковь в том же той же вселенной параллельный поначалу все было как бы вроде то же самое такие же песни как бы все ну как бы что-то сымитировали потом было все хуже и хуже не до сих пор проблемы да у них те же старые песни у них те же барабаны у них вообще у них вообще все древние вот они надо завистью посматривать на то собрание как бы да и хоть и рад бы в рай до грехи не пускают знаете вот вот про историю ангелов ангелология это интересная тема вообще в разных школах она очень интересно преподается но нас больше интересует конечно наш человеческий мир честно говоря да и библия нам больше раскрывает проблемы наши человеческие ангелы со своим проблемами там у нас своих проблем навалом и и знаете вот самая большая проблема человеческого рода в целом за вот эти шесть почти шесть тысяч лет сейчас на дворе пять тысяч кто помнит да пять тысяч семьсот восемьдесят второй год от сотворения мира да от адама и этот месяц двенадцатом считается в библейском исчислении последним месяцем уходящего года от нашего исхода какого года три тысячи триста тридцать третьего этот год такой интересный согласно библии завершается последние дни сегодня уже 16 число до завершающегося уже месяца уже пошла на убыль луна уже вот значит и полнолуние прошло уже вот и завершается месяц и завершается три тысячи триста тридцать третий год от нашего исхода или точнее от начала нашего исхода из рабства египетского потому что когда вот в это же сам в эти же самые примерно дни всевышний бог накануне месяца ниссан мы говорим да или авив или просто первого месяца всевышний бог сказал месяц сей вот следующий да да будет у вас с началом месяцев года или в другом переводе началом исчисления времени поэтому мы ведем по традиции отчет и от адама от сотворения мира и от нашего выхода из рабства египетского дамы и господа и это очень важный урок иисус христос и шуа потому что машехами христами в библии разных именовали помазанников да но он мы говорим а машех он самый помазанный всех помазанников и он пришел в этот мир хочешь не хочешь знаешь не знаешь но он стал камнем преткновения раздора всякий кто упадет на него разобьется на кого он упадет раздавит этот не просто аллегория вообще лишь одно достойно достойное отношение к нему это принять его как свое основание павел пишет 1 коринфянам 316 на семинаре вспоминал это место писания что разве не знаете что вы храм божий и дух божий живет вас а перед тем повыше я не называл на семинаре но если повыше прочитаете 11 стихом там написано 311 1 коринфянам 311 что ник ибо никто не может положить другого основания то есть основание этого храма основание жизни кроме положенного тем самим богом положенного основания который есть иисус христос ну а дальше там павел конечно очень красиво написал коринфянам что строят ли кто на данном основании из золота серебра камней драгоценных дерева сена солома каждого дела обнаружится есть мы строим на этом основании строим но основание верное истинное одно дамы и господа братья и сестры и всякий кто призовет имя господне спасется там на сионе положен камень скала крае угольный он стал главою угла верю я в него не постыжусь он мне прибежище и основание для меня он драгоценным стал камень испытанный скала моя слава аллилуйя слава аллилуйя благословение всем вам друзья и пусть это основание жизни она будет судьбе каждого из нас даже если строите так вот сяк знаете ли но если основание верное у вас есть будущность и надежда если нет этого основания даже если вы строите капитальное строительство даже если у вас там замок но это ничто потому что основание без основания все рухнет все рассыпется все тартарары все прах братья и сестры благословляю всех вас пусть божественно пурим свершится еще может пару минут я значит просто вот то что вчера свидетельствовал коротко скажу что вот это вот откровение о том что он воскресение жизнь получил я при очень таких сложных обстоятельствах это было чудо воскрешение из мертвого человека до которого я сбил я был за рулем автомобиля и была авария это было весной 2003 года и мальчик подросток который на мотостикле выехал покататься вот я его сбил удар был сильный удар был смертельный но бог помиловал и его и меня и бог воскресил это мальчика а потом очень быстро на протяжении там ну десяти ну 15 минут там сколько там пока его привезли там рядом уже этот город был и больница бог не только его воскресил а его очень быстро исцелил настолько что не остались там не осталось даже ни шва ничегошеньки абсолютно все закрылось заросло все но кому интересно посмотрите послушайте вчера я рассказывал более детально все это но знаете когда это все произошло я я верующий но я сам как тот еврей говорил господи верю помоги моему не верю вот как это вот знаете ли ладно там где-то там бонкин и ренхард воскрешает там значит там покойников ему как сам бог велел вот значит там в африке там начида вот в той начида или где-то там еще латинской америки а у нас здесь думаю ну как бы вроде это как бы ни к чему экстрим такой но знаете кое чему научился я тогда тем днем потому что когда обратно ехал уже то ну я слышал голос я слышал громкий голос я не псих я не слышу голосов но в тот день я слышал голос на самом деле слышал громкий голос как будто машине резко включили громкую музыку это был очень громкий голос и он спросил меня одно и то же я слышал душами своими он спросил меня ты это видел а я ничего не мог ему ответить в небо самому кто сказал бы что же произошло то собственно у меня у самого куча вопросов но он на все мои вопросы вопросы понимаете ли и третий раз когда он спросил меня тоже самое я не мог опять ничего ему сказать и фактически сразу он сказал следующее после третьего вопроса вот так будет и с церковью и все и больше ничего не слышал но дальше пока я ехал все время одно и то же место из писания это вот как раз она я есть воскресение и жизнь десятки раз одно и то же я есим воскресение я есим воскресение потом еду дальше воскресение и жизни я есим воскресение и жизнь а потом и верующий в меня даже если умрет оживет и это место из писания но вот с того времени с весны 2003 стало для меня откровением. Меня братья порой спрашивали, и у нас в церкви, и в других, где я свидетельствовал об этом, говорили, но, а что там Бог имел в виду? Это православие или вообще глобальное, может, христианство в целом? Я говорю, я не знаю ее. За что купил, за то продал, как говорится. Но, если бы я был баптистом, допустим, я бы, конечно, бы, ну, всяк кулик свои болота хвалит, я бы, значит, думал бы о своей баптистской церкви там, конечно. Если я был бы писятником, конечно, я думал бы о писятниках, конечно. Если я был бы харизматом, я бы о харизматах думал бы. Адвентистам, я бы об адвентистах пекся бы, о своих, конечно же. Так вот, я, честно говорю, я думал о православных, я думал о православии, тем более, думаю, потом уже размышлял так, а что протестантам, это как бы особенно как бы и не нужно, им-то нужно пробудиться, им нужно проснуться, а нам вот воскреснуть нужно. Вот, это тоже, та же сила, тот же Господь, но Но одна сила, она и та же, Духа Святого, спящих пробуждает. И эта же сила, она о мертвых воскрешает. Лазарь, когда воскрешал Иисус, перед тем он сказал, уснул, уснул, спит. И себя во сне не контролирует. Уже смердит уже. Знаете, вот это не просто сон, это был глубочайший сон вообще. И, да, как в Одессе, рыбку покупает. Свежая рыбка, свежая. А что ж она-то пахнет-то? Ну, она спит. Ну, ладно. Знаете, вот, конечно, многие священники, с кем я общался, православные, говорят, ну, ты, может, слишком как бы так перегнул палку, все-таки церковь не мертвая наша, православная, спящая. Но, говорю, ну, воняет. Да, спящая, но воняет. Я лично делаю вывод, что мертвая. Ну, ладно. Пациент, скорее, мертв, нежели жив. Но я знаю, что Господь не отчаивается. Он вообще, он удивительный оптимист, неисправимый оптимист. И, знаете ли, и дети его, становясь похожими на него, превращаются в неисправивых оптимистов. Знаете, это удивительно. Благоставляю вас, община дорогая. Благоставляю. И пусть Господь благоставит и ваш город гостеприимный. Благоставляю. Я знаю, что он летом, конечно, наполняется гостями, отдыхающими там всякими, разными людьми. Знаете ли, каждой твари по паре. Если кого только нету, конечно же, да. Но мне очень мило и приятно заснеженный город ваш благоставлять. Это красивый образ такой, библейский, кстати, образ. Красивый образ чистоты, прощения грехов, омытия, святости. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своим на Тебя и даст Тебе мир. Субтитры создавал DimaTorzok Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Пусть Бог благословит всех вас. Шаббат шалом, друзья.